Поздравляется лекция про субрахнодальное кровоизлияние и их лечение. Всем добро пожаловать на лекцию. Это одна из актуальнейших проблем современности. Все знают, как лечить черепно-мозговую травму, но никто не знает, как лечить субрахнодальное кровоизлияние. Субрахнодальное кровоизлияние – это экстравазация крови в пространство, окружающее головной и спинной мозг, которое в норме содержит триквард. Итеология. Травма спонтанная субрахнодальная в основном случается в результате разрыва аневризм артериогнозной мульформации. Ниже приводятся менее значимые причины. Так устрашающе выглядят аневризмы при различных методах обследования. Некоторые факты о субрахнодальных кровоизлияниях. Пик приходится на 55-60 лет. 30% субрахнодальных кровоизлияния происходит во время сна, у 50% пациентов имеются симптомы-пришественники САК, которые развиваются за неделю или за 20 суток до субрахнодальных кровоизлияний. Значит, они обычно возникают в результате увеличения размера аневризмы и появления масс-эффекта, воздействия на определенные структуры головного мозга или черепно-мозговые нервы на основании мозга. Локализация аневризм. Преимущество аневризма локализуется в бассейне передней соединительной артерии. В базилярной всего 7% аневризм. Факторы риска развития субрахнодального кровоизлияния. Артериальная гипертензия, прием пероральных контрацептивов, курение табака, использование кокаина, колебания, нестабильные показатели артериального давления в течение суток, беременности, рода и ряд наследуемых заболеваний, в том числе соединительной ткани. Последствия субрахнодальных кровоизлияния. До 15% пациентов не госпитализируются, не успевают госпитализироваться, погибают на догоспитальном этапе. 25% погибают в течение 24 часов после субрахнодальных кровоизлияния. 45% погибают в течение 30 суток после субрахнодальных кровоизлияния. Крайне высок риск длительной инвалидизации после субархиндальных кровоизлияний. Всего лишь 60% пациентов, которые выжили, могут вернуться к своей профессиональной деятельности, и то период реабилитации довольно длительный, занимает иногда годы. Факторы неблагоприятного исхода. От повторного кровоизлияния погибает до 75% пациентов. Вазоспазм и формирование отсроченной ишемии. Клинические проявления. Главная боль. Как правило, острое начало. Наиболее часто это наисильнейшая главная боль, которую когда-либо испытывал пациент. Боль предшественной, как я уже говорил, развивается за неделю и несколько суток до субархиндального кровоизлияния. Головная боль может быть единственным симптомом у пациентов с субархиндальными кровоизлияниями. Также отмечается менингиальная симптоматика. Иногда она формируется несколько отсроченно после головной боли. Нарушение бодрства несознания. Судороги. Очагово-неврологический дефицит. Нарушение деятельности сердечно-сосудистой системы. Повышение уровня тропонина. Менее значимое, правда, чем при инфаркте миокарда. До 30% наблюдений. Электрокардиографические нарушения. До 100% наблюдений. Дезоритмия, инверсия зубца Т, смещение интервала СТ. Коматозное состояние после субархиндального кровоизлияния. Может быть результатом каждого из патологических состояний или их комбинации. Повышение внутричерепного давления. Повреждение тканей мозга в результате паранхематозного кровоизлияния. Гидроцефалии, диффузные ишемии. Судорожные припадки. Снижение мозгового кровотока в результате снижения сердечного выброса. Шкала Ханхеса. Вы ее хорошо знаете. Она работает, работает как прогностическая шкала. Добавляется 1 балл, если у пациента выявляются сопутствующие системные заболевания. Артериальная гипертензия, сахарный диабет, атеросклероз, наличие вазоспазма. Возможности шкалы Ханхеса. Считается, что наиболее безопасно оперируют пациентов в 1-2 степени. Пациенты более и ниже 3 степени лечатся консервативно до стабилизации состояния его улучшения. Но жизнеугрожающая гематома оперируется незамедлительно. При любой степени по Ханхес. Считается, что жизнеугрожающая гематома – это та гематома, которая начинает вызывать дислокационные явления. То есть это смещение срединных структур более 5 мм, либо компрессия базальных цистерн. Хирургическая летальность. Вы видите, что определенная больность по шкале Ханхеса дает вероятность хирургической летальности. Шкала Фишера тоже используется. Она оценивает изменения на компьютерно-томографической картине и наличие и объем крови. Исходя из этого, делает вероятным развитие вазоспазма. Третья позиция по шкале Ханхеса – наиболее вероятность вазоспазма. Шкала КТ-данных также оценивает наличие крови и распространение крови. И проецирует больную оценку количества крови и ее распространения на риск и вероятность развития отсроченной ишемии. Но прежде всего в результате развития вазоспазма. Шкала Мировой Ассоциации Неврологических Хирургов. Она комбинирует шкалу Комглазга и наличие очагового дефицита. По данным этой шкалы можно проецировать на летальность. Вот эти все шкалы, они действительно оценивают пациента при поступлении. Исходя из этого, формируется прогноз. Безусловно, это важно в общении с родственниками и в планировании наших действий. Диагностика. Компьютерная томография, любальная пункция, МРТ, ангиография, ангиография. Компьютерная томография – обязательное первоначальное исследование. Чувствительность снижается в течение времени. 100% чувствительность в течение первых 12 часов. Распространение дает возможность оценить распространение крови при аневризматическом субархмидальном кровоизлиянии. А также может дифференцировать по распространению крови аневризматическое с травматическим субархмидальным кровоизлиянием. На слайде вы видите критерии дифференциации. Люмбальная пункция – обязательно, если компьютерная томография дает негативный результат, то есть мы не видим кровь на КТ, но при этом клиника типична для субархмидального кровоизлияния. Надо иметь в виду, что снижение внутричерепного давления при лимбальной пункции может провоцировать повторное кровоизлияние из-за повышения трансмурального давления в аневризме. Результаты лимбальной пункции. Ликварное давление повышено, ликвар содержит значительное количество несвернувшейся крови, непрозрачен. Ликвар ксантохромен после центрифугирования из-за наличия гемоглобина, происходит разрушение эритроцитов. Ликвар становится ксантохромным в 100% наблюдений через 12 часов после субаркодального кровоизляния. В более ранний период он может быть не ксантохромным. И ксантохромии сохраняется довольно длительный промежуток времени. Большое количество эритроцитов, эритроциты содержатся во всех пробах. Ангиография. Стандартная контрастная ангиография – это золотой стандарт выявления аневризма. Современные технологии помогают реконструировать, может оценивать кровоток по магистральным артериям мозга. В первые сутки не выявляют в аневризме до 30% наблюдений. В течение 7 суток чувствительность возрастает до 100%. Интероперационная ангиография может оценить адекватность положения клипс, состояние перфорирующих артерий и наличие вазоспазма. Возможные осложнения связаны с использованием контрастного вещества. Компьютерно-томографическая ангиография. Предпочтительный метод, как первый этап диагностики. Чувствительность и специфичность сопоставима со стандартной ангиографией. Неинвазивный метод. 3D-реконструкция позволяет определить бассейн аневризмы и взаимоотношения с другими сосудами. Точно определяет отношение аневризмы к костным структурам, что позволяет хирургу планировать свои действия, в частности, доступ. МРТ-ангиография. Эффективный метод, как скрининг у пациентов без субархондального окружения. Тоже, кровь затрудняет диагностику в первые часы после субархондального окружения. Эффективность возрастает отсроченно. И преимуществом можно считать дифференцировку при множественных аневризмах, ту аневризму, из которой произошло кровоизлияние. Принципы терапии первых часов. Основные базисные понятия. Повторное кровоизлияние – основная причина смерти. Гидроцефалия может развиваться незамедлительно. Отсроченный ишемический дефицит в результате вазоспазма наиболее актуален с 3-5 суток после сак. Высоковероятна гипонатриемия с гиповолемией. Перед операцией. Оценка дыхания и кровообращения. Венозный доступ. Артериальные линии. Оценка необходимости интубации. Показания. Шкала Комглазга, то есть фактически бессознательное состояние, меньше или равно 8 баллам. Необходимость протекции дыхательных путей, поддержания свободных проходимости дыхательных путей. Наличие внутричерепной гипертензии, нарушение оксигенации, гиповентиляции, необходимость глубокой седации. Всё это показания для интубации трахеи и начала искусственной вентиляции лёгких. Катеризация центральной вены с возможностью оценки центрального венозного давления, контроля артериального давления. Главное – избегать артериальной гипотензии. Нарушение ауторегуляции и повышение внутричерепного давления могут приводить к ишемии, если мы будем агрессивно нормализовывать артериальное давление. Надо снижать артериальное давление, если АД среднее больше 110. Вот такие препараты рекомендованы к использованию. Инфузионная терапия. Физраствор. Скорость до 2 мл на кг веса в час. Необходимо избегать гипотоничных растворов. Пребрантил рассказывать не буду. Значит, артериальное давление при неразорвавшихся аневризмах систолическое. 120-150. Главное – избегать артериальной гипотензии. У пациентов с некрепированной аневризмой мягкая гемодилюция и умеренное повышение артериального давления может помочь предупредить вазоспазмом мозговой сфальтеряющий синдром. Далее мы чуть подробнее про это поговорим. Гиперволемия необходимо избегать у пациентов с неразорвавшимися аневризмами. Для предупреждения повторного кровоизлияния ряд авторов рекомендует использовать антифибролитическую терапию. Это снижает риск повторного кровоизлияния, повышает риск тромбоэмболических осложнений. Проводится не более 48 часов. За этот период времени, как правило, уже будет принято решение об оперативном вмешательстве. Рекомендует использовать два препарата. Либо аминокапроновую кислоту в дозе 1,5 г в час в течение двух суток, либо трониксамовую кислоту. При развитии гидроцефалии наружный вентрикулярный или лимбальный дренаж. Лимбальный дренаж очевидно противопоказан при опасности дислокации и нарушениях ликвороциркуляции по типу окклюзии. Необходимо устанавливать наружный вентрикулярный дренаж при подозрении на внутричерепную гипертензию и нарушениях сознания, сочетающихся с гидроцефалией. Дренировать ликвор у пациентов с некрепированными аневризмами необходимо при барьере 15-20 см ходного столба. Снижение давления ликвора может провоцировать повторное кровоизлияние. Далее вы увидите, что после клепирования аневризмы эти цифры по пределу, по барьеру дренирования ликвора другие. Нейропротекция. Немотоп-немодипин. 60 мг 6 раз в сутки в течение 21 суток. Это улучшает исход, но не влияет на просвет сосудов. Считается, что он имеет неспецифическое действие церебропротекторное. Контроль уровня глюкозы, контроль температуры – это очевидные вещи. Восполнение дефицита магния и калия. Считается, что у пациентов после субракмидального произведения возникают различные разнонаправленные электролитные нарушения. Седация аналгезия. Избегать избыточных посещений родственник, иммунизация внешних воздействий, препараты. Морфин, фентанил, пропофол. Оптимален у пациентов взрослого возраста. Судорог. Профилактика судорог. Кепра. Вальпроевая кислота. Прекращается профилактика через 7 суток, если не развивались судороги. Считается, что это оправданно, потому что судорожный припадок у пациента с неклипированной аневризмой может иметь катастрофические последствия. Тромбоэмболические осложнения до клепирования. Высокие компрессионные чулки или пневматической компрессии. Гепарин не ранее 24 часов после операции. Противорвотные препараты-ингибиторы протонной помбы. Лабораторные исследования не будут останавливаться, они понятны. Очевидно, что высок риск развития лекарактерных нарушений, поэтому при тяжелом субрахмидальном кровоизлиянии оправдан частый контроль осмостата. Естественная рентгенография органов грудной клетки и транскраниальная доплерография ежедневно. Протокол интенсивной терапии у пациентов с субрахмидальным кровоизлиянием, который находится в относительном удовлетворительном состоянии по шкале ХАНХЕС 1.2. Вот этот протокол, который взят из колумбийского госпиталя, он охватывает фактически момент поступления до момента перевода в хирургическое отделение. Перед операцией цель стабилизации пациента, неврологический осмотр каждый час, систолическое давление от 100 до 140 в этих пределах жестко. Самое главное – жестко следить за давлением, держать его в этих пределах. Инфузионная терапия, физраствор, скорость 80-125 мл в час. Парентеральное питание, обратите внимание, биохимия, исследование понятно, артериальная линия ангиографии, немодипин, противосудорожная терапия, гипотензивные препараты при необходимости, постельный режим, головной конец приподнят 30 градусов. День операции. Оценка динамики состояния при наличии бодрствования, экстубации, неврологический осмотр каждый час, давление уже 100-160 в первые 12 часов, затем фактически разрешаемый подъем до 200. Вот в этом, если систолическое давление находится в этом пределе, оно не корректируется. Пневматические чулки, инфузионная терапия, объем инфузии возрастает, идет парентеральное питание, можно рассасывать лед при жажде, не кормятся пациенты. Антибиотик, антибиотик, профилактика, три дозы, постельный режим. Дальше, первые сутки после операции. Цель оценка состояния, понимаем, куда развивается пациент. Неврологический осмотр каждые 2 часа, пневматические чулки, систолическое давление прежнее, 100-200, инфузионная терапия 80-100 мл в час, пиохимия, продолжается немодипин, гипотензивные препараты, если надо, переводятся на пероральные. Вторые-шестые сутки пациент находится в Колумбийском госпитале в реанимации, это Хантхес 1-2. Активизация пациента, неврологический осмотр каждые 2 часа, систолическое давление в прежних пределах, пневматические чулки, довольно высокий темп инфузионной терапии, начинается энтеральное питание со вторых суток. Седьмые сутки, активизация. Значит, уменьшается объем инфузионной терапии, давление тоже в тех же пределах поддерживается энтеральное питание и контроль ангиографии. После ангиографии 8 часов постельного режима, но пациенту уже разрешается вставать. И в восьмые сутки пациент переводится в нейрохирургическое отделение. Тяжелый пациент. Протокол для Хантхес 3-4. Перед операцией цель стабилизации пациента, неврологический осмотр каждый час. Вот видите, наружный метрикулярный дренаж. Как правило, они считают, что Хантхес 3-4, обширное кровоизлияние, всегда есть проблемы с ликфроциркуляцией, они ставят в метрикулярный дренаж. Но вот это граница, с которой начинается дренирование. Систолическое давление до 140. Перфузионное, если есть признаки внутричерепной гипертензии, стоит дренаж, мониторирование внутричерепного давления каждый час. Инфузия, натрий хлор, до 125 мл в час. Это получается 2,5 литра тока в сутки, тока кристаллоидов, плюс пронатуральное питание. Это понятно. Биохимия, все исследования, артериальные линии, ангиография. Норма термии, жесткая, они считают, что Хантхес 3, естественно, уязвимы. Жесткая агрессивная нормализация температуры. Нематоп, гипотензивная терапия, интубация при необходимости ВЭЛ. Профилактика стресс-яз, стимуляция кишечника, они так называют, БАОЛ-РЭДЖИМЕНТ. Антибиотика терапии, они считают, но это 5-летние данные, что при наличии наружного метрикулярного дренажа, цефалоспорина плюс ванкомицин, постельный режим, головной конец приподнят. День операции. Они считают, что ряд пациентов будет оперирован в Хантхес 3,4, если особенно произошла стабилизация. Значит, контроль изменить состояние, возможно, экстубация, если пациент после операции бодрствует. Можно рассматривать вопрос экстубации. Неврологический осмотр каждый час. И вот, видите, клипировали они в РИЗМУ. Они ставят дренирование на 5 мм. ВЭЧД каждый час. Систолическое давление 100-180, 1-18 часов, затем до 200. Инфузия до 150 мл в час. Парантеральное питание. Температура не выше 37,5. Нематоп гипотензивный прежним режиме профилактика стресс-яс, постельный режим. После операции. Это протокол, который подразумевает пациентов без вазоспазма. Про вазоспазм будем говорить отдельно. По-прежнему довольно активное дренирование. Систолическое давление до 200. ВЭЧД каждый час. Центральная венозность до 10 мм. Центрального столба. 125 мл в час инфузия кристаллоидов. Парантеральное питание. Баланс жидкости каждый час. Нормотермия. Профилактика стресс-яс. Постельный режим. Далее. После того, как пациент стабилизируется, они также фактически... Дальнейшая часть протокола соответствует протоколу ХАНТХЕС-1.2. И к 8-м суткам считается, что пациент должен стабилизироваться, если он без вазоспазма, и быть переведен в отделение. Дальше пациенты с вазоспазмом. Шоковый вазоспазм. Отсроченно сужение артерии большой емкости на основании мозга, которая имеет радиографический эквивалент и приводит к уменьшению перфузии в соответствующей зоне мозга. Ангиографический вазоспазм. 66%. Симптоматический отсроченный неврологический дефицит возникает у до 46% наблюдения. Обычно развивается с 4 по 12 сутки, длится до 3 недель. Наиболее значимый предиктор – объем кровоизлияния, количество крови при КТ-исследовании. Симптоматический вазоспазм может влияться нарушением сознания, чуговой симптоматикой. Симптоматический вазоспазм может приводить к развитию ишемического инсульта и длительной инвалидизации. Нет доказанных методов профилактики. Главное, необходимо избегать на этапе до развития вазоспазма гиповолемии, артериальной гипотензии. Терапия. Раннее оперативное вмешательство не предотвращает развитие вазоспазма. Манипуляции на сосудах во время операции даже могут усугублять риск, повышать риск вазоспазма. При клипированной аневризме облегчается проведение терапии вазоспазма, также возможно удаление сгустков окутывающих сосудов. Плановое применение статинов проявляет относительно обнадеживающие результаты. На исследованиях, при исследованиях, профилактическое применение гипердинамической терапии не оправдано. Принципы гипердинамической терапии. Целевые установки. Для предупреждения тяжелого отека мозга или геморрагических осложнений не использовать гипердинамическую терапию у пациентов с большими очагами ишемии, уже имеющимися на момент развития вазоспазма. Регресс неврологической симптоматики или уменьшение линейной скорости кровотока к нормальному предшествующему вазоспазму является, по сути дела, основной целевой установкой, чего мы должны добиться. Значение. Использовать вазопрессор инфузии пошагово, повышая на 15% систолическое артериальное давление до цифр, пока не будут достигнуты целевые установки. То есть, фактически мы говорим про неврологический дефицит. Для неклипированных аневризм мы можем достигать давления не более 160 мм рт.ст. Для клипированных максимально не выше 240 мм рт.ст. Естественно, вся терапия сочетается с проведением расширенного мониторинга кардиального. Далее, артериальное давление. При достижении целевых установок артериальное давление снижается постепенно до уровня, поддерживающего приемлемую неврологическую картину или линейную скорость кровотока. Если терапия неуспешная, довоскулярные опции папавирин или ангиопластика. Инфузионная терапия управления артериальным давлением без симптомный вазоспазм, только линейная скорость кровотока или ангиографический. При линейной скорости меньше равно 200, инфузия натрий хлорид до 100 мл в час, систолическое давление до 200, СВД до 10. При линейной скорости кровоток 200-300, до 150 мл в час натрий хлорид, систолическое до 200, СВД 6-10. При больше 300 мл в час натрий хлорид, такие же показатели по систолическому артериальному давлению. Симптоматический вазоспазм. Цель сделать церебральную перфузию максимально. Понятно, что это наиболее рискованная группа по развитию осроченного ишемического дефицита. Натрий хлор 200 мл в час, АД больше 160, пика, манипуляция сердечным выбросом, возможно использование альбумина, вазопрессоры, до достижения целевых значений артериального давления. При клинической симптоматике устойчивы к первому этапу терапии, приведенном в предыдущем слайде. Натрий хлор до 300 мл в час, систолическое давление повышается свыше 200, сердечный выброс свыше 5 литров в минуту, давление за клинивы до 16, альбумин при низком сердечном выбросе и сниженном давлении за клинивы, дебутамин для достижения определенных показателей сердечного выброса, в сочетании с вазопрессором, мезотон, норадреналин для достижения целевых значений артериального давления. Гемотрансфузия при этих показателях. Если после операции развивается вазоспазм, начинается и поддерживается гипердинамическая терапия. Помимо сказанного выше, осуществляется неврологический осмотр каждый час, наружное и вентрикулярное дренирование довольно активное, опять 5 мм тутного столба, после чего начинается сброс ликвора, оценка инвазивных параметров гемодинамика, инфузия по протоколу, который вы видели выше, парентеральное питание, баланс жидкости каждый час, биохимический, нормотермия протокол, небодипин, гепарин подкожно, через 24 часа после операции, симпатомиметические препараты, профилактика стресс-хяз, постельный режим, при разрешении вазоспазма и стабилизации пациента, перевод из реанимации, как в протоколе, у пациентов с Ханхез 1-2, то есть в течение недели стабилизация, обсервация, потом перевод. Осложнение гипердинамической терапии. Возможна агровация отека мозга, может приводить к геморрагическому осложнению, особенно если есть зона ишемии. Отек легких 17%, повторный кровоизлияние 4%, инфаркт миокарда 2%, осложнение, связанного с проведением гипердинамической терапии и мониторинга, до 13%. Результаты. Данные Шимоды. 58 пациентов. В 81% получен устойчивый регресс, в 3% слабый эффект, 16% наблюдений без заменений, 10% ухудшений. На самом деле, довольно большая группа проблематичных пациентов. Блокаторы кальциевых каналов. Положительный эффект обусловлен нейропротективным эффектом, а не спазмолитическим. Эффект антагонистов кальция. Повышение податливой системы коридроцитов, предотвращение проникновения кальция в эшемизированные клетки, уменьшение агрегации тромбоцитов, расширение полутеральных лептоменингиальных артерий, побочные эффекты прежде всего артериальной гипотензии. Надо понимать, что эффект гипердинамической терапии и побочный эффект антагонистов кальция разнонаправлены. Вазгилатация, баллонная ангиопластика. Вот эти авторы, они цитируются всеми мировыми гайдлайнсами по лечению субрахмодальных пружинаний. Они считаются новаторами. Это нейрохирурги из Новосибирска, первые применившие баллонную ангиопластику в нейрохирургии для лечения вазоспазма. Риски окклюзии артерии, разрыв артерии. Это 83-й год. Смещение клипса на аневризме. Возможно манипулировать только на крупных артериях, соответственно, при максимальном вазоспазме. Клиническое улучшение до 80% наблюдений с максимальным вазоспазмом. На 16% снижается летальность. Критерии. Неэффективность гипердинамической терапии. Клипированная аневризма оптимальна, если проводится в течение 12 часов после неэффективности гипердинамической терапии. Однако в разных клиниках протоколы по временному взаимоотношению гипердинамической терапии и баллонной ангиопластики различны. Наличие зоны инфарктов мозгового вещества является противопоказанием к внутрипросветной баллонной ангиопластике. Внутриартериальное введение препаратов может потребовать неоднократной катеризации артерии, используется папавирин и никордипин. На самом деле в ряде клиник сочетаются протоколы баллонной ангиопластики и медикаментозной. Таким образом, с позиции доказательной медицины лечения и профилактики вазоспазма. Предупреждение. Рассматривается сейчас, проводится ряд исследований, в частности, вот в клинике Шарите проводится, наличие раннего люмбального дренирования с санацией ликвора как метод профилактики вазоспазма, фактически удаление крови. Антагонисты кальция, магний, статины, все это до сих пор рассматривается и дискутируется как методы предупреждения. Терапия, гипердинамическая терапия, баллонная ангиопластика. Перспективы. Различного рода импланты, которые вживляются в ликворные пути. Использование селективных эндотелин, антагонистов и статины. Это основные направления, в которых производится исследование по профилактике вазоспазма. Это исследование цитикалина. У пациентов с острыми инсультами международную идет. Инициаторы испанцы считают, что очень хорошо, дают церебропротективный эффект, но пока доказательств нет. Повторное кровоизлияние. Оптимальная повторная профилактика это клипирование или эндоваскулярное закрытие аневризма. Риск высок, очень много погибает. В общем, повторное кровоизлияние 75% летальность. Ранняя хирургия рекомендована в следующих клинических ситуациях. Удовлетворительное состояние по шкале ханхез все-таки рекомендует меньше 3 баллов, хотя ряд авторов считает, что хорошие результаты, если оперировать в 3-4 баллах. Большое количество крови, нестабильное трудноуправляемое гемодинамикой, большой сгусток крови, обладающий массой эффекта, который надо удалять. И раннее повторное кровоизлияние. Осроченная хирургия предпочтительно. Тяжелое состояние пациентов, хантхез 4 и более. Но это противоречиво, еще раз говорю, потому что ряд авторов получили хорошие результаты при лечении тяжелых пациентов с ранней хирургией. Труднодоступная аневризма, что может привести к тракционной травме мозга или повреждению во время доступа аневризмы. Выраженный отек мозга при компьютерном томографическом следовании наличия вазоспазма. Отсутствуют четкие доказательства в пользу той или иной хирургической тактики, раннее против поздней. Лучший исход естественного пациента, оперированных в ранние сроки. Ну, потому что и пациенту легче. И наиболее неудачный период для мешайства – это четвертые-десятые сутки. Интервал вазоспазма. Вот так вот закрывают артерию эндоваскулярную, это клипс. Клипирование или эндоваскулярное лечение. Клипирование. Показано. Клипирование у пациентов молодого возраста, потому что они с более низким хирургическим риском, и вероятность рецидива у них выше. Аневризмы развилки среднемозговой артерии – гигантские аневризмы. Аневризмы, обладающие массой эффектом. Маленькие аневризмы при эндоваскулярном лечении – высока вероятность развилки. Аневризмы с широкой шейкой. Высока вероятность реканализации и эмболизации материалами, которыми происходит эндоваскулярное лечение. Эмболизация. Предпочтительно у пациентов старшего возраста при тяжелом клиническом состоянии труднодоступна. Аневризмы специфика конфигурации аневризмы шейка-дно и аневризмы в бассейне кровотока базилиарной артерии. Доказательства. Проведено ряд исследований. Так, вот это возраст по оси абсцисс, а по оси ординат преимущество клипирования в пользу и преимущество эндоваскулярного закрытия. Фактически этот слайд подтверждает приведенную ранее информацию. Специфика водно-электролитных нарушений. Я думаю, вы их хорошо знаете. Кратко поговорим в рамках лекции. В чем суть? Основной проблемой является гипонатриемия. Несахарный диабет нетипичен. Обычно в результате развивается механическое воздействие аневризмы на диэнцефальные структуры. Гипонатриемия наиболее часто развивается у пациентов с тяжелым повреждением мозга в результате субархидального окружения. Она является независимым фактором неблагоприятного исхода, но часто очень сочетается с наличием вазоспазма. В чем суть? Вот это важный слайд. Здесь кратко приведен патогенез. Субархидальное окружение приводит к выбросу натриуретических пептидов в головном мозге, которые вызывают выведение натрия из организма. Натрий за собой тянет воду. Получается, помимо выведения натрия, обезвоживание. А на гиповолемию реагирует мозг выбросом антидиуретического гормона, который способствует и потенциирует гипонатриемии. Поэтому гипонатриемия, хоть она и не очень выражена, но она очень устойчивая, потому что работают два сочетанных механизма на снижение натрия. И фактически ее профилактикой, как вот мы раньше с вами говорили, профилактикой гиповолемии. Если здесь активно использовать, как рекомендуется, инфузионную терапию, мы, по крайней мере, будем блокировать вот этот компонент и, возможно, предупредим выброс антидиуретического гормона. Видите, что сроки развития гипонатриемических состояний, по сути дела, совпадают по времени с развитием вазоспазма. Повреждение миокарда при супрахнодальных кровоизоляциях, так называемые оглушенные миокарды. Значит, нарушается сократимость миокарда, не связанная с нарушениями коронарного кровотока. Тропонин повышается, но не так значимо, как при инфаркте миокарда. Возможный механизм катахоламиновый шторм. Проявляется артериальная гипотензия аритмии. Пик развития 2-14 сутки. Риск-фактор тяжелое состояние по ханхез. Лечение добутамин, который увеличивает сократимость. В суммации нашей лекции. Прогностические неблагоприятные факторы по субрахнодальному окружелянию. Ранняя гипоперфузия, как правило, связана с повышением тричерепного давления. Устойчивая гипергликемия, устойчивая лихорадка, повышенный сердечный выброс, удлинение КУТ-интервала, гипонатриемия, устойчивый СИРС в первые сутки, наличие интравентрикулярного окружеляния. Все это факторы неблагоприятного прогноза и возможности развития проблем при лечении пациентов. Соматика у пациентов в субрахнодальном окружелянии характеризуется высокой частотой экстракраниальных осложнений. Клипирование и эмболизация спиралями адекватные методы хирургического лечения сопоставимы по исходам. Вторичный инсульт рассматривается сейчас как причинный инсульт и возможны будут перспективы в разработке дальнейших методов лечения. Это нейровоспаление, микротромбозы. Это, возможно, будет перспективным с позиции терапии вторичного инсульта. Вазоспазм. Возможно, ранний люмбальный дренаж, ранняя санация ликвара даст обнадеживающие результаты по профилактике вазоспазма. Естественно, для всех этих пациентов типичные грубые нарушения ауторегуляции мозговых сосудов. Лечение вазоспазма невозможно без командного подхода со стороны нейрохирургов, рентгенологов и, естественно, команды интенсивных терапевтов. Вот имеется отечественный протокол, приведен в журнале «Вопросы нейрохирургии». Там достаточно чётко тоже сформулирована информация, он доступен для чтения. А вот это рекомендуемые источники, на основании которых была сделана лекция. Это последние гайдлайнсы, которые содержат довольно чёткий и полноценный объём информации как по лечению хирургического анюризма, так и по лечению вазоспазма. Спасибо за внимание. Спасибо.